Молиться надо, молиться на сердце, потому что, понимаете, пока мы не научимся молиться на сердце, мы всегда будем жертвами всяких негодяев, всяких, которые надо будет соборазнять туда или сюда. Но если человек научится молиться на сердце, он непременно получит ответ от Бога, то есть он почувствует Божью благодать. И когда к нему подойдет искушение, она просто чеется к нему в двери его души, и тогда в нем произойдет тревога, в чем его стучится тревога, покушение, покушение. Это покушение, и эта тревога настолько его взволнует, что он опомнится и не потянет руки, руки свои на эти искушения. А искушение неминуемо грядет, оно всех нас поставит на лезвие ножа. Кстати, женщина, муж, дети, маленькие, ну вот, а тут говорят, знаете, что вот так, вот вы хороший человек, вот вы нас слушаете, все такое, все, ну вот видите, а теперь, значит, вот, вернем, поставят просто, значит, да или нет. Да, значит, будете продолжать, еще увеличить жалую вам, и прочее, прочее, прочее. Да, нет, значит, а тут джеда, кто сказал, что, а меня уже чулки, а меня уже это, а меня уже это, а меня уже обиде наши, что? У вас тут-то и начнется трагедия. И каждому, никто не избежит этого, не слышал, никто. Сейчас уже мир, в мире нет ни одной нации, которая во имя Бога, во имя Троица управляет своим народом. Ни одного. Преодными словами, все силы уже, мы остались одни, христиане. Это будет, это будет face-to-face. Конфронтация, абсолютная конфронтация, тотальная. Кто выдержит? Единицы. Это надо сказать. И потом я так настаиваю на все лишние молитвы, потому что это верный способ удержать. И причем способ такой, как я не буду рекламировать, там, говорить, басонить, проклятый, сцовывать, что-то. Нет. Я не только верю этим, по сердцу. Чтоб человек научился молиться сердцем. И вот когда он научился молиться сердцем, его никуда не потянешь. Он не захочет потерять то, что он имеет. Он настолько почувствует, что это настолько драгоценное у него, ответ Божий на его молитву сердечную. Это такая драгоценная вещь, которую никто никогда не захочет. Это ни на какие миллионы. Это продать. И таких будет только единицы. Вот я вам дал эту стратегию. Тайна беззакония. Тайна беззакония. Там все сказано. Там все сказано. Настолько все сказано, что это почти актуально. А это было написано сто лет назад. В 1909 году? В 1909 году? В 1909 году, да. В 1909 году, да. А автора нет этой статьи? А? Есть автор этой статьи? Ну да. Наверное, Минус. Наверное, Минус. Который жил в общей пустыне. Под руководством танцев. Так что ему это было или нет. Я думаю, что нет. Я не знаю, что со мной было. Знаете, я... Но когда я все увидел, у меня было непреодолимое желание напечатать. Даже желание. Непреодолимое стремление я должен это напечатать. Ну, сейчас было. Вот. И оно, конечно, так заглохо, знаете, знаете, что война одна, вторая, знаете, что... А сейчас оно выпало снова. И... Это ужасная вещь. И когда будет страшный суд, то ангелы будут стоять и плакать, что последних же сядет так, как мало их. А сейчас тогда я буду против. Ты будешь стоять толпа, миллиарды людей, будут стоять и кричать. Они думают своим большинством победить в Царстве Небесное. Безумие. И сам сатана, как сказано, кулаком поднимет, так как будут грозить. И в этот момент он порвается со всем этим миллиардами денег в преисподнюю. Вот, почитайте, это вытка. Я даже маленькое прислое к этому написал, потому что настолько жуткое описание, актуальное. И что человек... Я просто говорю, что прийти мечтать это, перекреститесь. Перекреститесь. Чтобы у вас не было соблазна. Чтобы вас не поколебало. Вашу веру. Чтобы вас не смутило. Чтобы не соблазнило. Настолько это сильно написано. И когда вы прощаетесь, снова перекреститесь. Чтобы это учит. Но вы должны иметь это видение. Это как видение. Это видение... Что застань, никого я. А почему не сейчас? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok